Коллеги, всем привет! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале Продолжаю отвечать на вопросы коллег Значит, один из наших коллег спрашивает Рассказать о первом дне Как вообще должен проходить первый день в новом салоне красоты И как подружиться с коллективом, как с ним житься и так далее Поделись своим опытом Кстати, вопрос очень волнующий Я думаю, что вопрос интересует многих наших коллег Которые приходят в новый салон Я думаю, как и новичков, так и, наверное, уже и опытных мастеров Я думаю, что на эту тему мы можем подискутировать со всеми Поделюсь своим опытом, как я прихожу в новый салон Значит, я всегда прихожу в новый салон Всегда с улыбкой Даже если кого-то не знаю Я всегда со всеми здороваюсь Обязательно нужно всегда с коллегами поздороваться Представиться Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Если коллеги работают, просто можно с ними молча поздороваться Привет, здравствуйте И при этом стараться всегда быть на позитиве Всегда улыбаться Чтобы дарить улыбку окружающим, коллегам Чтобы они видели, что ты располагаешься к ним Потому что, знаете, если придешь в салон такой хмурый, без улыбки И что-то там пробурмотал То, естественно, к тебе также такое же и отношение будет Поэтому нужно всегда-всегда улыбаться Когда ты приходишь в какое-то незнакомое место Второй момент Нужно помнить такую вещь Что когда вы в новом коллективе Надо сразу начинать дружить Как и с администраторами Так и с мастерами по маникюру С косметологами Одним словом, нужно начинать сразу со всеми знакомиться То есть, если вы знаете, что, допустим, есть какое-то подсобное помещение Где пучкуется народ данного салона Ну, то есть персонал То можно спокойно прийти туда Там Также со всеми поздороваться Спросить Там А где у вас тут чай и кофе Естественно В любом коллективе Покажут, где находится чай и кофе Если она у вас, конечно Не платная в салоне То есть, ну, бывает такое, что там Коллектив скидывается на чай и кофе Вот, поэтому Можно всегда даже уточнить А у вас чай и кофе Как скидывается, не скидывается Там свое нужно приносить, не свое Вот Я вот, например, сколько вот В салонах работал За последние годы У нас Чай и кофе покупает директор Вот Это, конечно, очень редко в наше время Когда Директора покупают чай и кофе Для персонала за свой счет Вот Но такое вот, видите, встречается В старых салонах Я когда работал там Приходилось приходить со своим кофе Со своим чаем Вот Значит Пытаться Вот Я говорю На кухне За чашечкой кофе С кем-то Подружиться Начинать Нужно активно знакомиться С коллегами И при этом Всегда со всеми дружить Не вступать Ни в какие Дискуссии И сплетни Потому что В любом случае Эти сплетни Потом могут Перевернуть так Что ты еще потом Будешь сам виноват Что в эту сплетню Влез Бывает такое Что вот Приходишь в новый салон Начинаешь там Какую-то дискуссию Разводить Кто-то что-то сказал Какой-то зачинщик Есть в салоне Обязательно есть Какой-то зачинщик Который Начинает Так Подстрекать Вот у нас Такой плохой Директор Вот сразу Я вам говорю Никогда Не влезайте В такие Перепалки Даже Когда вы Проработали В этом салоне Уже полгода И год Не встревайте Никогда Потому что Потом это Может сыграть С вами Злую шутку Я например Когда работаю И когда прихожу В новый салон И Я например Слышу В любом случае На кухне Разговаривают И обсуждают Директоров Администраторов Я стараюсь Вообще Никогда Не лезть В эти разговоры Я занимаюсь Своим делом Я лучше Войду В дискуссию На какую-нибудь Другую Тему И вообще Я советую Всем Начинающим Парикмахерам Да и вообще Всем наверное Мастерам Никогда Не обсуждать Директоров Вот это Очень важная Тема Вот Потому что Директора Нам дают Зарабатывать денег Администраторы Нам тоже Дают Зарабатывать денег Потому что В их власти Как нам Дать клиента Так и Не дать клиента Вот Поэтому Мой совет Не нужно Вот этого делать Не нужно Заниматься Вот этой ерундой Я знаю Коллеги Любят Поболтать Поговорить Об этом А уж Тем более И новичков Под эту тему Вписать Что Вот У нас Там Такой Директор Херовый У нас Там Такой Херовый Администратор Не нужно Не нужно В это лезть Сразу Вам говорю Вот А так Я Например Всегда Стараюсь В новых салонах Когда В новый салон Прихожу Всегда Стараюсь Со всеми Дружить Общаться И Стараюсь Никогда Не лезть В какие-то Сплетни Вот Это самое Важное Что Мне Что Мне Кажется Нужно Знать Новичку Когда Он Приходит В новый салон Потому Что Очень Многие Наступают Потом На грабли Свои Одни И те же Начинают Ступать В дискуссии Сплетни И потом Начинается И у тебя Сразу Репутация Сплетника Начинается Это тоже Не есть Хорошо Я даже Вам могу Сказать Из своего Опыта Однажды Я Пришел В салон И Там Вообще Такая Смешная История Случилась Значит Сидели На кухне Разговаривали Просто Как бы Знаете Ни о чем И Получилось Как Заходит Девушка Парикмахер Он Достаточно Взрослая Бла Как сейчас Помню Садится На стол И Стул Откатывается И она Падает Ну Я Подаю Руку Чтобы Она Встала И Собственно Ну Села На стул На что Через два дня Я узнаю Что у меня Оказывается С ней Роман Представляете То есть Ну Блин Ну Как так То есть Уже Перевернули Уже Как-то Так Все Это Преподнесли Что Она Мне Уже Нравится Хотя Я ее Видел В первый День И Я вообще Ничего Знаете Не знаю Вот Просто Помог Человеку Встать Вы Представляете Вот К чему Приходят Приводят Салонные Сплетни Казалось Бы Просто Ты Человеку Помог Встать А Тебя Уже Тут Чуть Ли Не Это Служебный Роман Записали Вот Коллеги Поэтому Избегайте Я еще раз Вам говорю Салонных Сплетен Тем более Когда Вы Новички Или Просто Пришли В новые Салоны Я думаю Что Опытные Мастера Со мной Согласятся В том Что В новом Месте В новом Салоне Всегда Будут Какие-то Сплетни Или Какие-то Ненужные Разговоры Поэтому Еще раз Напоминаю Что Избегайте Вот этого Вот Этого Всего Это Я думаю Вам Ну В принципе Наверное Это Все Это Наверное Самые Важные Наверное Указания Самые Ценные Советы О которых Я хотел бы С вами Сегодня Поговорить Если Я Что-то Не Договорил То Напишите В комментариях Что Вы Об этом Думаете Какие У вас Были Ситуации Или Что Вы Можете Посоветовать Вот Я Поделился Своим Опытом И Своими Своими Знаниями Что Нужно Делать Когда Приходишь В Новый Саунд Красоты Вот Поэтому Коллеги Я Уже Как Вы Видите Приехал На Работу Поэтому Подпишитесь На Мой Канал Если Вы Еще Не Подписались Обязательно Поставьте Лайк Или Дизлайк Этого Видео Мне В любом Суча Будет Приятно Что Вы Со Мной Как-то Взаимодействуете Нравится Вам Если Там Не Поставили Пауэру Дизлайков Вот Поэтому Можете Смело Выражать Своё Мнение Вот Я Побежал На Работу Я Желаю Всем Только Сточных Стрижек С вами Был Дмитрий Каждан Хорошего Вам Дня И Не Вступайте Ни В Какие Перепалки И Секи Сплетни В Новом Салоне Все Всем Пока Пока